Добрый день, друзья! С вами Арталаски и как-то обещал вам рассказать о том, как попасть на консоль. Сейчас моя игра Dark Souls продаётся на PlayStation 5, 4, на Xbox и на Nintendo Switch. А по осени там появится новая мощная версия Pukam Bye-bye. Я лично вижу два способа – публиковаться самостоятельно или же воспользоваться услугами издателя. Я выбрал второй способ по многим причинам. Во-первых, это банально проще и меньше заморочек лично для меня. Я просто заполняю договор с издателем, отдаю исходник и они сами там что-то колдуют, а потом просто называют мне дату релиза. А вот насчёт заморочек, поверьте мне, их хватает. Начиная от всякой бюрократии с необходимостью иметь ИП или зарегистрированную компанию и заканчивая самим процессом портирования игры, в ходе которого нередко появляются новые баги. За 2020 год игровая индустрия выросла на 12%, и консоли тут сыграли не последнюю роль. Мировой рынок видеоигр составляет более 126 миллиардов долларов и с каждым годом продолжают увеличиться. С ростом индустрии нужны хорошие геймдизайнеры, которые создают правила игрового процесса и генерируют идеи. Их задача дарить игроку тот игровой опыт и эмоции, которые необходимы. Без них сделать игру практически невозможно. Если не хочешь работать на обычной работе и давно хочешь попасть в игровую индустрию, то у школы XYZ есть отличный, полностью бесплатный курс «Интро геймдизайн», на котором ты узнаешь, чем действительно занимается геймдизайнер, как создают системы и механики, а также услышишь советы, которые помогут тебе на разных стадиях работы. Ты узнаешь, как проходить путь от идеи до релиза и познакомишься с основами введения документации и особенностей каждого этапа разработки игры. XYZ это более 90 тысяч студентов и менторы с большим багажом знаний, получены благодаря работе в таких студиях, как Blizzard, CD Projekt Red и Ubisoft. Лучшие студенты школы уже работают в таких компаниях, как Cyber, My.com, Ubisoft и другие. Кстати, после прохождения курса ты получишь 40% скидку на основной курс. Переходи по ссылочке в описании и регистрируйся. Ну а мы продолжим. Ах да, Sony не высылает DevKit в Россию, сорян. Хотя возможно уже и отсылают, я не уточнял, но раньше, чтобы получить DevKit, нужно было совершить бон-вояж за пределы Российской Федерации. И опять же, всё не так просто. Во-вторых, вся эта возня с публикацией игры в сторах очень нудная, но при этом достаточно ответственная. Я лично прям вот крайне не люблю заполнять все эти громоздкие анкеты, к которым ещё как правило нужно подготовить соответствующий текст и промо-материалы. Наконец, в-третьих, выбрав правильного издателя, вы можете попасть на гораздо большее количество платформ. Например, мою игру Eternal предлагали портировать даже на шлемы виртуальной реальности, от чего, как вы понимаете, трудно отказаться. Но некоторые издатели также издают физические копии ваших игр. Катриджи на Sega, Dendy, Switch, диски на PlayStation. Всё это вы сможете увидеть в магазинах своего города, если игра окажется достаточно популярной. Ну а если нет, то они всё равно будут где-то продаваться. Так какого же издателя выбрать? И как? Поймите, что геймдев – быстро развивающаяся и очень быстро сменяющаяся сфера. Сегодня популярно что-то одно, завтра что-то другое. Издатели также нередко меняют свои приоритеты в пользу каких-то конкретных проектов, если видят там быстрые или очень большие деньги. А это бизнес. Пока Байбай не принял тот издатель, которому предназначался он изначально, сказал, что графика слишком примитивная. А второй издатель посчитал проект слишком уж простым, недостойным консолей, и в общем-то тоже сказал мне до свидания. Но спустя год, один из них написал мне с предложением портировать игру на консоли и сдать её у него, а второй стал издавать проекты гораздо хуже и проще, чем Пукам Байбай. В любом случае ни тому ни другому игра не достанется, так как уже оформят договор совершенно другим издателям. Кстати, Dark Souls издавался у Виктори Роад, но человек, который ей занимался, ушёл и основал своё издательство. Поэтому продажи игры резко упали, распродажи перестали запускаться, а про маркетинг и рекламу вообще не идёт и речи. Поэтому дать какую-то конкретную рекомендацию и посоветовать какого-то конкретного издателя удачно, ну просто практически невозможно. К тому же и не факт, что издатель возьмётся за вашу игру, но это не значит, что за неё не возьмётся кто-нибудь ещё. Например, Ratalica Games, которым я когда-то очень сильно хотел попасть и который издавал уже знакомых вам Foxy Land и My Stopio, сейчас сосредоточил свои усилия на каких-то второсортных визуальных новелках и пиксельных поделках на коленке. И как бы, окей, значит порог вхождения ниже и вы с более-менее простой игрой сможете попасть на консоли и попасть к нормальному издателю. Сможете. Через год. Потому что нахапав себе проектов у издателей образовалась огромная очередь. Раталайка лишь премьера, на самом деле таких издателей полным-полно. И возможно через какое-то время подобный бум пройдёт, а возможно появится второй стим с кучей мусора. Окей, что насчёт ИП. Когда я издавал Dark Souls у Виктори Роудс, меня спрашивали ИП, но мы сошлись на самозанятости. А вот при издании Пукан Байбай у другого издателя самозанятости уже не хватило и пришлось оформлять ИП. Но справедливости ради стоит отметить, что некоторым издателям вообще пофиг ИП у вас ООО или самозанятости или вообще ничего из этого. С вас потребуют лишь номер карты, на который будут присылать доход. А доход и выплаты с консолей проводятся по-разному от слова совсем. Кто-то выплачивает раз в квартал, кто-то раз в две недели, кто-то раз в месяц. Всё это очень сильно сугубо зависит от бухгалтерии и самого издателя. Поэтому этот вопрос лучше узнавать заранее. А какие же жанры лучше заходят на консолях? А это вопрос очень и очень неправильный. Да, есть жанры, которые на консолях играют всё лучше и приятнее, чем на компьютере. Те же платформеры гораздо приятнее проходятся на геймпаде или свиче, чем на клавиатуре. Но на том же самом свиче вполне себе неплохо себя чувствуют и Третий Ведьмак, и Спайдермен, и множество других тайтлов, которые, в общем-то, неплохо продаются и на других платформах. Ну и опять же, как я говорил, геймдев очень быстро меняется. Сегодня популярны хорроры, завтра шутеры, завтра платформеры с элементами хоррора. Поэтому делайте хороший продукт и задавайте тренд сами, а не подстраивайтесь под кого-то. С каких движков можно портировать игру? Портировать можно практически с чего угодно, даже с чистой явы. Вопрос в том, во сколько это обойдется издателям. Для вас этот порт, в общем-то, бесплатен. А вот для издателя этот момент довольно ощутимый. Проекты с Unity портировать проще всего, поэтому издатели с ними любят работать. Возможно, с Unreal Engine примерно та же ситуация, и тут я, к сожалению, не знаю. Пока что. С констрактом издатели тоже работают, тот же Foxyland и та же Mystopia сделаны на втором констракте. Но дело в том, что большинство издателей уже не захотят заморачиваться с констрактом, если у них будет примерно такой же проект на Unity. Либо они поместят вас в такую далекую очередь, что вам придется реально ждать около года. А в начальной очереди будут стоять проектики на Unity. К тому же большинство движков кроссплатформерные. Поэтому если вы увидели списки платформ консоли, то значит вам повезло. Ух, это вроде все. В общем, ребятки, создавайте хороший продукт и зарабатывайте на этом действительно хорошие деньги. Подделки на коленке тоже имеют шанс попасть на консоли, но особо многого от них не ждите. А вот если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А если подписаны больше месяца, пожалуйста, отпишитесь и подпишитесь снова. Это очень поможет, потому что алгоритмы ютуба совсем долбанулись. А также заглядывайте на мой второй канал, посвященный 3D арту и зибрешу. Ну а с вами как всегда был Арталаски, пока.